Эти растения мы стали высаживать в виде такого аптекарского огорода вначале, а затем увеличивать этот огород, рассаживать его различными декоративными культурами. Уже более 20 лет назад мы занимались переработкой различного вида лекарственного сырья, осваивали новые технологии, разрабатывали эти технологии и внедряли их на производство. Естественно, у нас стал вопрос, где добывать это сырье. Благодатным местом является Алтайский край. Мы приняли для себя решение, что надо заниматься и выращиванием этого сырья. И вот на сегодняшний день у нас уже существует свой питомник, в котором мы выращиваем свыше 50 видов различных лекарственных растений. В настоящее время это все превратилось уже в сад, который расположен на площади более 5 гектар. Называется он Дендрарий Алтайская холмогория. При этом саде у нас существует также питомник и продажа саженцев, декоративных растений и плодово-ягодных растений. У нас достаточно широкий по географии и по видам и отраслян промышленности, охват с кем мы работаем. То, что мы выращиваем, то, что мы затем перерабатываем в оздоровительную продукцию, либо в субстанции, мы поставляем фактически не только по всей территории Российской Федерации, но и за рубеж. Мы постоянно участвуем в различных российских и международных выставках. Трудностей, да, было очень много, начиная с самого начала нашего пути. Это организация всех работ, это отсутствие специалистов. Приходилось самим набивать себе шишки. Очень много заново чему учиться. Ну, как говорится, без этих сложностей было бы, наверное, скучно жить. Двоякая здесь получилась ситуация в связи с коронавирусом. С одной стороны, мы получили больше запросов на субстанции, появились, скажем так, запросы, в которых люди хотели бы вот получить какое-то, и в том числе лекарство от коронавируса, либо для лечения последствий от коронавируса. Но, с другой стороны, в силу ограничений, связанных с перемещением людей для того, чтобы у нас не распространялась коронавирусная инфекция, мы, конечно, отметили, что произошло снижение туристического потока. Мы абсолютно никого не уволили, не сократили. Все у нас продолжали работать. Все заработные платы у нас полностью выплачивались. Естественно, мы следили за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Это, по сути дела, детище, которое мы выращиваем уже больше 20 лет. В прямом смысле этого слова все силы сюда отданы. Мы вкладываем практически всю прибыль в развитие этой территории. Мы стараемся каждый год проводить какое-либо улучшение. У нас хорошие планы развития. Мы планируем развивать наше производство, выводить нашу продукцию на другой уровень. Будем теснить Китай, будем теснить Индию. Я думаю, что нужно не бояться набивать шишки.